Итак, что же, собственно, у нас произошло за эти четыре дня, какие ключевые вещи? Ну, во-первых, растет число угроз, о чем говорили, по-моему, все абсолютно, без исключения докладчики, начиная от первого зампреда Банка России, заканчивая, как бы, представителями вендоров, представителями интеграторов. Угрозы совершенно различные. Пока, разумеется, на первом месте по статистике Финцерта это вредоносный код. Вот, разумеется, есть и менее публичные, что ли, угрозы, связанные с санкционной тематикой для крупных игроков рынка. Это тоже угроза, тоже имеет отношение к информационной безопасности, поэтому про нее нельзя не говорить. Ну, смещение векторов атак на сами АБС, на банки, на РНКБР, который упоминался, по-моему, чуть ли не в каждом докладе. Ну, и с точки зрения перспективы, это ряд других угроз, которые будут в ближайшее время актуальны для многих финансовых организаций, кредитных либо некредитных. С точки зрения одного из регуляторов, к сожалению, в СТЭК отсутствовало, поэтому про их планы нам не удалось услышать. Планы ФСБ в основном из озвученного, поскольку у нас по понятным причинам выступил только один представитель, это Владимир Простов. Он говорил про криптографию, в частности, про ХСМы. Но это тема, продолжающаяся с прошлого года. То есть есть угрозы, связанные с применением импортных ХСМов в национальной системе платежных карт. Соответственно, стоит задача, утвержден уже план поэтапного перевода НСПК на отечественные ХСМы. И вторым этапом это перевод еще и карты МИР на отечественную криптографию. Опять же, с уже утвержденным планом, утвержденным составом рабочей группы при техническом комитете 26-м, который занимается разработкой криптографических стандартов для карты МИР. Так что в этом направлении и Банк России, и ФСБ движутся достаточно активно. Значит, в секции ответов на вопросы ФСБ несколько интересных вещей сказала. В части того, что будут новые требования по СКЗИ, публичные, не закрытые, как сейчас, а именно публичные. Но те, кто их видел, высказывают разные позиции по поводу этого проекта документа. Кто-то говорит, что коренным образом ситуация не меняется, кто-то говорит, что будет ужесточение на этом рынке. Поэтому остается ждать лето, когда эти документы, по идее, должны быть опубликованы. Но также о них должны будут говорить представители 8-го центра на Роскрипте, который пройдет через месяц с небольшим. Также в этих новых требованиях устранены определенные нестыковки с 49-м письмом Банка России по поводу применения антивирусных решений и стыковки их с СКЗИ. Ну и, к сожалению, так и нерешенными вопросы остались связанные с вывозом из СКЗИ за пределы Российской Федерации. Но точнее процедура отдается на откуп самому заказчику, который должен это согласовать через техническое задание с производителем и 8-м центром. И также не совсем понятная ситуация с обновлением сертифицированных средств криптографической защиты. И также федеральная служба пока не планирует ничего менять в этом направлении. Поэтому, опять же, ваша договоренность только с разработчиками, чтобы они в договорную поддержку включали и продление сертификатов, чтобы вы не остались после внедрения в крупной территориальной распределённой сети с недействующим сертификатом. По поводу НСПК, международных платёжных систем, PCI и DSS, в ряде докладов явного доклада, посвящённого этой теме, не было. Но в ряде докладов прозвучали несколько тезисов о том, что отдельно вопросы защиты данных платёжных карт регулироваться не будут. Они и так подпадают под действие 382-П. НСПК готовит свой локальный документ по вопросам защиты информации в карте МИР. Пока без озвучивания сроков и того, что в этом документе будет. Озвучивались системные проблемы, связанные с требованиями по безопасности к чипам в карте МИР. Таких требований в России нет, никогда не было. И поэтому, собственно, приходится пока ориентироваться на международный опыт. Хотя такая работа ведётся. И признаний PCI и DSS в России нет и не будет. Единственное, что в 382-П появится формулировка о том, что возможно применение международных стандартов, если они являются частью правил международной платёжной системы. То есть это единственная такая отсылка будет к неформальному, но признанию PCI и DSS, который по понятным причинам явно никогда, как стандарт американский, в России признан быть не может. Возможно, на его основе будет что-то создаваться своё, но пока сам PCI и DSS остаётся в непонятном статусе. Ну, по крайней мере, в официальном непонятном статусе. По персональным данным, из ключевых изменений это новая модель угроз отраслевая банка России, утверждённая указанием 38.89, которая сейчас находится на повторной регистрации в Минюсте и должна быть в ближайшее время зарегистрирована. Также прозвучала интересная мысль, но без детализации, о том, что после регистрации этой модели Центральный банк готов будет вернуться к письму 6, хотя, на мой взгляд, не совсем уже актуальна эта тема. СТОБР есть, 21 приказ достаточно лояльный к коммерческим организациям. Письмо 6, по большому счёту, большого смысла сейчас уже, наверное, не имеет. Вот, Роскомнадзор, к сожалению, дистанцировался от многих проблем, озвученных на мероприятии и в кулуарах, заявив, что они не являются органом государственного регулирования и не устанавливают государственную политику в этой сфере, они только субъект правоприменения. Вот, поэтому трактовать ничего не готовы, и проблем не видят ни в сборе банками персональных данных, в агрегировании этих данных из социальных сетей и так далее. Ну и также прозвучала уже не раз звучавшая с этой трибуны мысль о том, что с коллекторами надо работать обдуманно. Если это цессия, то можно передавать персональные данные коллекторам без согласия. Если это агентский договор, согласие обязательно. Без каких-либо исключений. Вот эту мысль представители Роскомнадзора озвучивают, на моей памяти, уже 4 года подряд, поэтому вот здесь, наверное, ничего нового не поменялось, но коль скоро вопрос возникает, то он возникает. Ну и также, к сожалению, Роскомнадзор не ответил ни слова по поводу 242 ФЗ и иностранных банков, которые зачастую используют свои собственные иностранные АБС, часть которых хостятся за пределами Российской Федерации. Если в соответствии с указанием Банка России о базах данных, о хранении баз данных на территории России допускается хранить здесь копию, то позиция Роскомнадзора, ранее озвученная, говорит о том, что они как раз против хранения копий в России, они считают, что именно первичная база должна храниться в России. Поэтому вот эта коллизия, она осталась, и Роскомнадзор обещает разрулить ее в каждом конкретном случае, в результате проведения каждой проверки, а все, почти все крупные банки с иностранным участием попали в список проверок Роскомнадзора на этот год. По части некредитных финансовых организаций разработано два проекта стандартов для больших и для малых некредитных финансовых организаций. Во многом эти документы являются не калькой, но наследниками основного стобра, поэтому каких-то серьезных новаций там нет. Сейчас организована работа по согласованию проектов стандартов. До конца марта еще есть возможность для тех участников технического комитета, которые входят в него, внести свои предложения. Вчера была достаточно большая дискуссия с Аней Гольштейн на эту тему. Но отличия между двумя этими документами для малых и для больших организаций, там значительные в части системы менеджмента, ну и незначительные в части модели угроз, обработки персданных и проведения оценки соответствия. Дальше. Основное, наверное, что на мой взгляд было такой некой революцией, это новая редакция 382П, помимо чисто технических, в кавычках технических, изменений, которые касаются введения правил оценки соответствия, но сами правила оценки будут разработаны позже, вводится также разделение контуров разработки и подтверждение платежных поручений. Также предполагается изменение и идеологии. Вообще, всей нормативной базы, обязательной нормативной базы Банка России. Если сейчас у нас есть две ветки регулирования, это рекомендательный СТОБР и обязательный 382П, регулярно возникают вопросы, как минимум в части отчетности, зачем две отчетности и так далее, и так далее, то на форуме была озвучена мысль, что основные обязательные документы, в частности 382П, будут сильно в дальнейшей перспективе, не в ближайшей редакции, а в дальнейшей перспективе, сильно облегчены, там останутся только обязательные требования технологического, правового, организационного характера, а все технические меры уйдут на уровень СТОБРа, который планируется сделать ГАСТом, то есть национальным стандартом, и поскольку летом вступает в силу новая редакция 184-го закона, ну точнее, законодательство о техническом регулировании и закон о стандартизации, новый совершенно закон о стандартизации, в нем прописана норма, что ГОСТы могут быть обязательными, если сейчас они носят рекомендательный характер, за исключением четырех регуляторов СТЭК, ФСБ, Минобороны и СВР, которые имеют право ГОСТы делать обязательными, то по новому закону о стандартизации ГОСТы может сделать обязательным и Банк России, и, соответственно, все технические меры, они уйдут на уровень ГОСТа, то есть, по сути своей, СТОБР поменяет свой статус и станет чуть более расширенным в части технических мер, а 382-п как раз станет более простым в чтении, потому что те технические меры, которые там описаны, иногда замыливают глаз и не дают как бы окинуть весь набор требований целиком. Вот, соответственно, сроки по переводу СТОБРа в разряд ГОСТа, ну, порядка двух-трех лет, вот это изменение идеологии, разумеется, что-то произойдет быстрее, что-то позже, поскольку сама процедура принятия ГОСТов, она достаточно длительная, пока вносится в Росстандарт, пока вносится изменение в сам документ, пока процедура согласования в Росстандарте, принятие, то есть это пройдет обычно не меньше полутора-двух лет, по крайней мере, по опыту работы с австековскими ГОСТами, вот срок обычно такой, но в любом случае, это действительно такая смена идеологии, которую сейчас как бы продвигает Банк России, то есть вот эти две ветви регулирования, они, по сути своей, вновь возвращаются к тому, с чего начиналось в 2011 году, потому что первоначальная идея была сделать одну ветвь регулирования, только потом, когда ГУБЗИ разделился с ДНПС, в этих вопросах появилось две ветви регулирования, сейчас вновь все сходится в одни руки, в этом плане будет гораздо, разумеется, проще. По части отчетности, отношение у меня к этому вопросу, оно неоднозначное, с одной стороны, ДНПС опубликовал предварительные результаты отчетности 203 и 258, то есть по инцидентам с ДБО, по инцидентам с картами, но отчетность только в части похищенных или готовящихся к хищению средств. Это все, что удалось увидеть, и я думаю, что это все, что войдет в финальную итоговую версию отчета, которую ДНПС обещала выложить на сайте, скорее всего, это будет, как обычно, где-то в марте, но, собственно, то, что все, наверное, ждали на протяжении последних нескольких лет, что будет опубликована 203 форма отчетности, результаты 203 форма отчетности, где чаще всего совершаются инциденты, в каком месте, там банкоматы, мобильное устройство, программное обеспечение, которое чаще всего страдает и так далее, это, к сожалению, сделано не было и не будет, поскольку ДНПС заявил, что 203 форма отчетности их внутренняя сугубо, и поэтому публиковать ее не планируется. Также ни слова не было сказано о гармонизации 203 и 258, форм отчетности, а между ними есть серьезные нестыковки, приходится дублировать работу, но, как и в прошлом году, эту тему опять замылили, поэтому на вас будет нагрузка по-прежнему двойная, по сути своей. Будьте готовы к тому, что усилится надзор за теми оценками, которые вы высылаете в рамках 202 формы, недавно закончился срок, когда надо было подавать 202 форму, были прецеденты, Центральный банк их озвучивал, о признании недействительными тех оценок, которые присылаются банками по 202 форме. Поэтому та типовая, наверное, ошибка или типовое нарушение, которое озвучили еще в прошлом году, когда банки либо завышают, явно завышают, либо явно занижают свой уровень соответствия, чтобы не попасть за некие пороговые значения, чтобы не привлечь внимание Банка России, вот эти нарушения будут привлекать больше внимания со стороны регулятора. Ну и достаточно интересная была вчера озвучена мысль о том, что отчетность по СТОБРу в будущем, подчеркиваю, через 2-3 года отомрет, потому что она сольется с отчетности под 382-м положением. То есть, опять же, ровно то, к чему изначально и шли, когда отчетность одна и требования одни. Вот сейчас как бы вновь все возвращается. Вот тот вопрос, который витает регулярно у многих банков, что идет рассинхронизация отчетности 202-й и СТОБРовской, она постепенно сойдет на нет, то есть отчетность будет единая. По финцерту, а были озвучены работы, и, на мой взгляд, достаточно большое изменение произошло с осени прошлого года. То есть число банков, которые присоединились к финцерту, выросло в 5 раз. Там с 40 в сентябре до 206 по состоянию на начало нашего мероприятия. То есть это говорит о том, что банки начинают больше доверять финцерту, хотя пока в большей степени в части прислушивания к тому, что пишет СБ в своих бюллетенях. То есть там 75-76% банков только слушает, получает бюллетени, и, соответственно, только четверть из них делится информацией о своих инцидентах, которые происходят внутри банков либо у их клиентов. Соответственно, по планам, это создание системы антифрода на базе финцерта, это взаимодействие с Координационным центром национального домена сети интернет в части блокирования или разделегирования фишинговых и вредоносных сайтов и усиление технической экспертизы в части расследования инцидентов. Но сегодня вы, наверное, могли заметить, у нас так была построена программа практического дня, что мы так или иначе с разных сторон говорили о расследовании угроз, расследовании вредоносных программ. Вот, собственно, в этом направлении финцерта также будет развиваться, потому что далеко не каждый банк в состоянии самостоятельно провести такой анализ. Дальше, по части оценки соответствия. Вопрос, наверное, повис в воздухе, потому что его озвучили, что Центральный банк к этому идет, Совбез принял решение, и Центральный банк совместно с Совстек, ФСБ, Минкомсвязи планирует разрабатывать определенные требования, определенную новую систему сертификации, но пока никто не знает, в какой форме это будет выглядеть. То есть к обязательной сертификации Центральный банк говорит, что он пока не готов, потому что, пользуясь опытом, наверное, сертификации по линии ФСТЭК, по линии ФСБ, большого смысла она не дает, ну, по крайней мере, большой защищенности или более высокой защищенности по сравнению с несертифицированными решениями. Поэтому вот вчера в конце дня прозвучала достаточно здравая мысль о том, что оценка соответствия должна быть привязана к экономике. То есть то, что написано в требованиях базовского комитета, в зависимости от того, как выстроена система безопасности, в зависимости от инцидентов и ущерба, вычисляется некий интегральный показатель, от которого, возможно, будет зависеть требование по достаточности капитала. Ну, это одна из идей, разумеется, финально сейчас никто не скажет, как это будет выглядеть в итоге, но само по себе направление выбрано, на мой взгляд, достаточно правильно, поэтому не стоит ждать повторения системы сертификации в СТЭК и ФСБ. Она не всегда самая лучшая, особенно в такой динамичной среде, как финансы. А с другой стороны, это заставит и разработчиков, и кредитной организации, и финансовой, и некредитной организации чуть больше внимания уделять информационной безопасности, реальной безопасности, а не только заполнению различных форм отчетности. Вот, как это будет сделано, опять же, никто не знает, потому что здесь разные варианты есть, либо через отдельное постановление правительства, либо через внесение изменений в закон о техническом регулировании, поэтому вопрос остается пока открытым. По части контроля и надзора. Ну, к сожалению, эта тема на форуме практически не звучала, ну, на мой взгляд, на достаточном уровне. Было заявлено, что порядка 10% проверок так или иначе завязаны на информационную безопасность, но не в полном объеме, а именно в рамках комплексных проверок осуществляется проверка и требования по информационной безопасности. ДНПС в очередной раз пообещал новый документ по контролю и надзору в рамках 382-П, то есть как будет проводиться контроль и надзор, но, к сожалению, это звучало и в прошлом году. При наличии 157-го письма Банка России, 157-Т, ну, не совсем понятное место этого документа. С другой стороны, вот ДНПС запланировал в второй половине 2016 года выпустить рекомендации по обеспечению устойчивости инфраструктуры финансовых рынков к угрозам кибербезопасности. То есть тоже такое новое направление в деятельности ДНПС. Посмотрим, что из этого документа получится. Ну и в заключении, что еще было озвучено? Это модификация АрмКБР с целью усиления мер по обеспечению информационной безопасности. Это законодательное закрепление права Банка России регулировать вопросы защиты информации не только при осуществлении денежных переводов, но и при осуществлении других направлений по подведомственным организациям. То есть это, соответственно, и другая деятельность банков по информационной безопасности, а не только денежные переводы. Это, конечно же, не кредитные финансовые организации. То есть по аналогии с 27 статьей 161 закона о национальной платежной системе планируется распространить аналогичные нормы и на другие подведомственные организации. Также здесь, как и в прошлом году, планируется, ну точнее документ уже, законопроект разработан по антифроду, по возврату незаконно списанных средств. Ну вот сейчас он находится в Минфине, который должен вносить его в правительство и дальше в Государственную Думу. И также была озвучена достаточно интересная мысль по требованиям Банка России по повышению квалификации. Ну пока это не требования рекомендации, но также прозвучала мысль о том, что Центральный банк будет участвовать в переводе лондонского курса по кибербезопасности, который, возможно, в перспективе пятилетней может стать обязательным. По крайней мере, такая мысль тоже звучала. Ну, с одной стороны направление правильное, с другой стороны, тоже непонятно, как будут соотноситься эти обязательные требования, если они будут обязательными, с профессиональным стандартом, который утвердил Минтруд для специалиста по информационной безопасности. Так что здесь есть достаточно интересные планы, но пока, наверное, в этом году будет сложно понять, как они будут развиваться. На следующем форуме появится, как это часто бывает, уже больше конкретики, больше деталей. Вот, наверное, в принципе, все, что, на мой взгляд, было ключевым за эти четыре дня. Большое спасибо. Эта презентация будет у вас доступна, и те, кто прогулял все дни, смогут отчитаться перед своим руководством. И, соответственно, я передаю слово Артему Михайловичу, который подведет итоги нашего форума.